Всем привет, друзья! У нас тут выпал небольшой снежок и такая интересная история. Недавно на шиномонтаж к ребятам приехал дяденька на Калине, ему нужно было отбалансировать зимние колеса. Ну и ребята заметили, что передние колеса у него стоят вот таким вот образом, то есть верхняя часть была направлена, так сказать, наружу, вывалена. И все собрались, начали смотреть, что к чему, как, как так получилось, почему колеса стоят именно таким образом. В общем, дело было так, по его словам, где-то месяц назад он менял рулевые наконечники в одном из сервисов, и там же он делал развал схождения. Но делал он каким образом? Он оставлял автомобиль, грубо говоря, с ночевкой, потому что нужно было разработать, по их словам, развальные болты. Ну, в общем, сами понимаете, машина осталась там с ночевкой, и сказали, как бы, все сделаем, с утра сделаем развал схождения, как бы, позвоним, забирайте. В общем, ему позвонили на следующий день, он приехал, забрал, и вот так вот он месяц ездит, как бы, ну, и даже не знает, что у него колеса стоят таким образом. Единственное замечание у него было, что, когда он поворачивает руль, да, входит в поворот, как-то руль очень либо резко возвращается назад, да, либо не возвращается вообще. То есть вот он поворачивает, грубо говоря, там влево, да, то есть обратной связи у руля возврата нет. То есть как он вам повернул, так машина и едет рулит. Вот, как бы, раньше такого вроде не было, ну, для него это не критично, и он, как бы, так ездит. Но, сами понимаете, при таком развале резину съест примерно через пару месяцев интенсивной езды. Это не очень приятно, развал нужно делать в любом случае. Так как же так получилось? Естественно, мы отправили владельца назад в тот сервис, где ему делали развал, где меняли наконечники, да, чтобы они разобрались с ситуацией, почему так произошло, почему ему сделали такой развал, или его не делали вообще-то. То есть, как бы, за работу они взяли, но работу не выполнили. Либо выполнили работу, но, скажем так, плохо. Уж по какой причине, я не знаю. Хотя развальные болты стоят новые. В общем, съездил он туда, подописи с камеры посмотрели, да, действительно он был. Что-то там делали, ну, видимо, там какой-то человек, ну, может быть, не совсем понимал, как это делать. Может быть, так сказать, только осваивал это оборудование, но и, в общем, сделал, как сделал. Все, они ему переделали бесплатно, извинились, как бы, с этим проблем нет. Ну, и, как бы, владелец тоже с ними не скандалил, а просто, как бы, спокойно поговорил на эту тему. То есть, без вопросов все сделали. Вывод здесь, друзья, знаете какой? Если вы, например, меняете рулевые наконечники, там, опорники, еще что-то, и вам говорят, что развал не нужно делать, мы вам выставим примерно, как было, да, там, заметим, выставили, все, и можете спокойно ездить. Нет, так делать не нужно. Даже если там выставляют как-то по штанге, это лучше сделать, так сказать, полноценный развал схождения, потому что, видите, автомобиль, та же самая Калина, ее не кидало ни влево, ни вправо, как бы, никаких нареканий, что у автомобиля стоят колеса вот таким вот образом, да, идет повышенный износ резины. Плюс 100% это влияет еще и на шумность самой резины, особенно зимней. Помимо износа резины, шумности и так далее, есть еще такой фактор, как управляемость автомобиля. Ну, понятно, что вы сразу заметите, если автомобиль будет кидать куда-то влево, вправо и так далее. Но если такая вот ситуация, как с этой Калиной, то, как бы, сами понимаете, не очень приятно. Так что, друзья, бывают и вот такие вот моменты, поэтому с этим нужно повнимательнее. На этом у меня все, друзья, подписывайтесь на канал, всем добра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok